Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джиг Шепард, проект отбросы, вот такой вот составчик мы с вами сварганили в конце прошлой серии. К сожалению, проиграли, это было первым нашим поражением в этом третьем дивизионе. Сегодня я думаю, что серия будет получше. Там соперники действительно были прям какие-то, ну очень-то, хорошо играющие в обороне, очень хорошо пасующиеся, было очень сложно с тени солдат. Но одному мы обыграли, второму, к сожалению, проиграли, но всего в один мяч. Так что все у нас хорошо, впереди две встречи, интересно, кто же нам выпадет на сегодня. И да, чуть не забыл, так как все равно сервера работают через одно место, я не смог найти соперника. Это Назар, в нашем клубе 16 матчей, 12 голов, 2 голевых. Вполне неплохо. Эм, ну читер, что-то поделать. Ты выиграешь, написано, супер татарин, назывался его аккаунт. А, окей. А вот другой наш соперник, прекрасный миг, Бриндис Лига. С очень медленными защитниками, с очень медленным центром поля, но с очень быстрой реактивной атакой. Да ведь Луис куда-то выперся. Ха, Лаказет, забивай. Не забивает, к сожалению, Лаказет. Ну вот все его атаки выглядят вот так. И переносит результат. Пять или шесть раз он вот так забрасывал мяч, все время я отбивался, но вот один раз не отбился и гол. 0-1. Ну вот че делал Калкер. Ооо, прекрасный. Прекрасно, убегающие защитники. Бегович, спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты не такой тупой. Ну-ка Лаказет, давай, в этот раз-то ты забьешь. А? Лаказет. Ну да, забил. Спасибо Хэмерсу за голевое 1-1. Клевый гол, согласитесь? Все, что мне нужно было делать, это просто бежать. Он сделал все остальное. Голевая. Удар головой и гол. Луиз! Да, только в моей команде. Фламини может в пределах штрафной соперника отдавать мяч под удар Давиду Луизу, чтобы тот бил. Очередной заброс. Отбились. Но мяч переходит к Шакири. Мои защитники сами видите, что делать. Ну, я говорю, типа. В этом матче от них вообще ничего не зависит. Ивандовский гол. Нет, бегович! Как же ты хорош, братья. Ну-ка. И тут он сейвит. Так, Фламини был ни о чем. Маркизио, так, что он ставит Луиз. Луиза тогда чуть пониже. Но все остальное так и все остается. Он выпускает Старижа вместо Швайнштейгера. Лаказет. Лаказет. Прекрасно! Ну-ка! Азар! Какой финт! Удар нужен! Мы нарушали же правила против него. И в итоге отскок игроку соперника. И он теперь бежит. Бежит вперед. Чтобы забросить, конечно же. Куарежма хорош. Ну, теперь давай мы по флангу пробежимся. Он же бегач. Не надоедает. Пусть посмотрит, как я бегаю. Лаказет! Выше. А можно было на Азара катнуть даже. Луиз на Азара. Какая красивая передача. Это Назар. И! Ну, Лаказет же! Нет. Не добилось. Нет, только не... Бегович хорош. Блин, ну, если бы мы сейчас забили третий, то я бы уже реально успокаивался и перестал бы бегать в атаку. Но нет, мы не забили третий. Будут шоунсы. Давайте выпишу Трауре. Ну-ка, Азар на Трауре. Трауре, хорошо, давай! Ну! Что это было? Трауре очень легко прошел и забивает. Ну, вот да. Вот такой он может забить. Три-один. Какая же у тебя красная голова. Да, тут я его обманул, конечно. Ласино Трауре. Гоу в дебюте. Мало кто так в отбросах отличался. Ну, то есть, реально-то можно по пальцам пересчитать количество игроков, которые в своих первых матчах забивали. Ну, вот он один из них. Теперь он навсегда вписал свое имя в историю. Вот момент хороший. Шакварежма не успел. Сэм. Отдавал пас. Ну, я читал это. Но ничего сделать не смог. Два-три. Один мяч Старидж отыгрывает. Вот смотри. Я даже не бежал на сами. Я бежал именно Стариджа закрывать. Ну, пизло. Азар. Уху-ху-ху. Ху-ху-ху. Лена. С каким трудом он это вытащил. Трауре. Да, Назар. Прострельчик. Куда? Ну, вот же был. Прямо перед тобой Кварежма. И 4-2. И все. Ну, все, ребят. Угловой. Последний шанс у него есть. Навес. Очередной. Матю, иди. Нет. Бегович. Хорошо. Давай. Ворота пустые. Вратаря нет. Кварежма. Ну. Ну. Не, не. Все, слишком слабо. Блин. Кварежма даже с центрополя не мог плыть нормально. Но мы выиграли. Мы выиграли. Это Назар. Радуется. Хорошо. Мы сыграли. По сути, ну. Прямо вот если по-честному, то счет должен был быть 4-1. В мою пользу. Потому что тот гол, который Старидж забил. Ну, очень-очень лакерный был такой. Везучий сильно. Да и, в принципе, здесь Калкер. Мяч не смог нормально обработать. Привез гол, но стал лучшим игроком в матче. Матраре. Че, сколько он? 25 минут на поле провел и забил гол. Хороший дебют. Еще одна победа. Давайте сразу перейдем к следующему матчу. Фламини мне очень не понравился. Поэтому я, наверное, с этими всеми французами даже ничего придумывать особо не буду. Поставлю Маркизио на связок. Хотя можно, если сюда поставить с Антона старого доброго. Нет, даже то, что Натальянец ничего не не дает. Хотя вот так будет 80, кстати. Давайте так сыграем. Матюди, Луиса, Маркизио, но это реально бешеный центр. ЛКЗ. Двубль сделал. Я его менять захотел. Нет, пожалуй, не буду. Пожалуй, выпущу Варгаса, например, в серии Лукако. Давно не играл. Знаете, если по секрету, между нами. Было там, наверное, в серии 5 или 6. В каждой из них, ну, точнее, там, через одну Лукако забивал. То есть я когда монтировал, мне постоянно приходилось вырезать музыку Лукако. А на следующей серии снова ее искать, снова вставлять, вырезать кусок. Короче, я такой думаю, блин, не буду выпускать Лукако, чтобы его музыку не ставить. Поэтому. Ну ладно, если что-то я его на замену выпущу все-таки. Поехали. Второй матч в серии. Кстати, я подумал, какой-нибудь предмет применить на игрока. И у нас же есть смена позиций с ЛПН ЛПА. И здесь Лазар будет себя лучше чувствовать. Возможно, даже лучше будет футбол показывать. Не знаю. Вот с ЦЗ на ЦОПа, к сожалению, никак не сделал. Я думаю, что я, наверное, с этой схемой буду всегда играть. Поэтому можно и Матюй Ди с ЦОПа на ЦПшника поменять. Хотя, не знаю. Ладно, поехали. А вот наш второй соперник. И это АПЛ. С Бендеслигой и с Испанской Лигой. Хорошо. Ух ты. Классный стадион, но... Че такое... Ну, мне дали 200 монет. Опять какие-нибудь контракты закончатся. Вот сколько можно. Но этот соперник точно будет играть. Опаньки. АПЛЕ, Старидж. Кабелла, по-моему. Очень классный ЦАП. Ну, это так, ну, в принципе, типичная ПЛ-очка. С Беговичем также на воротах. Ну что ж, дуаль двух Беговичей. Посмотрим, кто же выиграет. Вперед. 0-1. Старидж разбивает. Да. Ну, неплохая атака. Простая довольно. Матью, иди в центр же. Лаказет, бей! А я хотел... А, блин. Я-то что-то посмотрел на Маркизию, но он как-то приостановился. Я-то хотел поначалу пас ему отдать. Ну, приостановился, я подумал, ну, не хочет бежать. Ну, окей. А он-то в итоге забежал. Аказет. Хорошо, Маркизио. Маркизио, ну! Нет, попал в задницу кому-то. Пенальти. Я просто бежал, его не трогал, потому что знал, что будет пенальти. Может, в 16-й Фи-Фи уберут вот это вот автохватание рукой за форму. Ну, я ждал удара по центру, но бегающий не прыгнул. 0-2. Центр, Лакозет. Хорошо, удар. Кейхила попал. Давид Луис. Ну, я понимаю, да, передача на 3 метра очень тяжелая. Очень сложно попасть своему партнеру по команде прям в ногу. Лакозет. Ну, да, гол. 1-2. 1-1 отыгрываем. Очень важно это было сделать именно в первом тайме. Во втором теперь нужно забить 2 или 3 мяча и выиграть все. Все просто, в принципе. Но непросто будет это сделать. Матью иди. Хорошая передача. Ада Назар. Тут же вылетает в Ивановича. На этом первый тайм окончен. Моментов у нас особо не было, но... Хотя нет, у нас даже больше моментов, чем соперника. Но у него бегович, у меня бегович. Поэтому забивать тяжело. Лакозет. Хорошо разобрался. Ну. Бегович. Калкер. Хорошая передача. Ну, ладно. Маркизи. Не надо. Конечно, очень хотел забить, но не надо прыгать. У ратарей. Да. Стариджи упустили, походу. Талкер. Нет, нет, нет. Не трогаю. Все. Лучше это, чем пенальти. Серьезно. 1-3. Маркизио. Хорош. Хорош Маркизио. Пас Лакозет. И снова в защитников попадаем. Матью иди. Хорошо. Нет. Хорошо. Блин, вот слишком сильные пасы. Слишком плохие пасы на... Ближнюю дистанцию. Вот это губит нас. Просто невероятно губит. Ну что, давайте Лукаку, наш спаситель выйдет. Или, наверное... Ну, наверное, пока все. Но еще то, что половина наших ударов... Одну половину сэвид бегать, вторую половину мы отправляем в ноги или в другие части тела защитников соперника. И с этим я тоже не знаю, что делать. Почему вот так? Везет, что мы очень часто попадаем по соперникам. Лакозет очень хорошо. Матью иди, ну... Гол. Хорошо. Два-три. Вот здесь мы раскатали. Лакозет еще и пяточкой отдал. Матью иди в завершении. Хорош. Лукаку прошел. Удар-то где? Нет, подкат он делает. Лукаку, не было офсайда. Ускорься, пожалуйста. Ну? Мимо. Ну, левая же нога твоя. Ну, почему ты сейчас промазываешь? Так, уарешма, хорошо. Ну, пас. Я давал. На тебе иди. Да то ж там было где надо. Ну и вот, пожалуйста, снова провалимся в обороне. Или нет? Нет, проваливаемся. Волкот. Удар, Бегович. Ну, сейв, ну куда ты? Два-четыре. Ну, я пытался. Я пытался. Азарт. Ну, да. Вот это было бы 3-3. Это было бы 3-3. Очень похоже на гол, который он не так давно забивал. Но, к сожалению, это лишь 3-4. Классный удар. Жаль, он нам ничего не дает. Ну, достойно сыграли, согласитесь. У нас все сыграли плохо. Да, это правда. Ну, и у него Бегович лучший игрок. 11 сейв. Были ли там прям какие-то, ну, 100% моменты, которые мы забить никак не могли? Вот, промок Хлкаку. Нет, это фигня. Тут. Вот здесь, да. Почему он не забил? Вот, посмотрите, подстроился подлево. Вот, пожалуйста, бей в дальний угол. И он вот так вот купит. Ну, и 90 минут. Если бы не этот заброс. Или, смотрите. Мало того, что в Калкера меч не попал, так и Бегович. Вот, засейвил. И че, вот почему дальше-то не прыгнуть? И прекрасный меч и бы на азар. Он бы нас вытащил в этом матче на ничью. Серьезно, да? Нам не повезло. Калкер, блин, ну, он хорош, видно. Че-то прям... Че-то не радует. Историй. Ну, сморник там вообще был просто. Просто никаким. Ну, ладно, поставлю его. Давайте Варгаса. Ага, и тогда вся вот эта вот итальянская штука вообще ничего не приносит. Сто-Ти-Аш-8-1, я бы, да. Азарат тоже не подойдет. Аратрибль, Джоанс. Блин, Лукаку что ли? Ну, у Лукаку будет гиперлинка. По идее, с Азаром. И АПЛ-ка, и одна и та же страна. Ну да, вот так сыграем. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ